В 1917 году в России сменилась власть, и вектор развития страны резко поменял свое направление. Сейчас об этом, конечно же, можно говорить все что угодно, но история уже состоялась. Как и всякая общественно-экономическая формация, строй, предложенный большевиками, не был идеальным. Однако, надо признать, именно они, ценой неимоверных усилий всего народа, вытащили Россию, полуфеодальную крестьянскую страну, из глубокой эволюционной задницы. Именно они провели огромное количество реформ в рамках индустриализации насквозь аграрной страны. Для справки. По переписи населения, проведенной в Царской России в 1897 году, 87,2% населения жило в деревне, а реальных крестьян на момент переписи было 77,5%. Заметьте, полуграмотных крестьян. Эта инерция была настолько велика, что даже в 1970 году в СССР в деревнях все еще проживало 48,3% всего населения СССР. Все это нужно знать, чтобы понять саму суть проблемы, то есть какой ценой нам далась индустриализация, породившая, в числе прочего, такой феномен, как авиастроение. Ну, а теперь, друзья, по порядку. С солнечным субботним днем 18 мая 1935 года в небе над Москвой на глазах тысяч людей истребитель сопровождения, вдруг совершив пируэт, врезался в крыло гиганта. Обе машины рухнули на землю. Погибли все – пассажиры, экипаж и пилот-истребители. Как вы догадались, разговор пойдет о легендарной машине под названием «Ант-20» Максим Горький. И дело здесь не только в размерах и трагическом финале, постигшем ее. Дело в другом. А вот в чем – об этом мы и поговорим. Этот самолет был уникален с самого начала. В октябре 1932 года писатели и журналисты, возглавляемые молодым фаворитом Сталина Михаилом Кольцовым, в день 40-летнего юбилея литературной деятельности пролетарского писателя Максима Горького, решили сделать ему подарок. Дарить какую-нибудь банальность не хотелось. И тогда родилась сумасшедшая на первый, да и на второй взгляд тоже идея. Решили построить самолет. Самый большой в мире самолет для цели агитации. И назвать его в честь писателя Максима Горького, популярность которого в СССР просто зашкаливала. Михаил Кольцов писал тогда в журнале «Огонек», цитирую, «Постройка гигантского самолета-агитатора должна стать базой обновления и реконструкции методов всей нашей агитационной и массовой политработы. Советские конструкторы, техники, изобретатели, политработники, писатели все должны внести в создание самолета-гиганта не только свои материальные взносы, но главным образом, конечно же, свои мысли, свои идеи, свой опыт и знания». Конец цитаты. Все типографии СССР напечатали этот призыв миллионными тиражами. Но был и тайный, козырный интерес. Наши военные дали задание Туполеву параллельно сделать проект Ан-20 как супердальнего бомбардировщика с огромной бомбовой нагрузкой и мощным оборонительным вооружением. Но об этом, естественно, не писали, потому что секретность была запредельной. Решили – сделали. Быстро организовали Всесоюзный комитет по строительству самолета. В кратчайшие сроки было собрано более 6 миллионов рублей. Я понимаю, это ни о чем не говорит, поэтому пример. Стоимость одного штурмовика Ил-2 в 1944 году составляла 175 тысяч рублей. Ладно бы так, но энтузиазм охватил всю страну. Этот комитет организовал технический совет под председательством аж самого начальника ЦАГИ Харламова, который и разработал технические требования. Дальше, как говорится, гулять так гулять, правильно? Этому техническому совету подчинили, внимание, ЦАГИ, ЦИАМ, Институт полиграфической промышленности, НИИ, ВВС, Фотокин-институт и многие другие, а также специалистов из разных отраслей науки, в числе которых были ведущие авиаконструкторы – Петляков, Архангельский, Беляев и так далее. Ну, а возглавлялся это Андрей Николаевич Туполев. А чтобы все эти таланты в попыхах не наломали дров, для контроля при комитете создают строительную комиссию во главе с начальником технического отдела экономического управления ОГПУ СССР Горянова-Горного. И уже 10 марта 1933 года строительная комиссия заключает в ЦАГИ договор на постройку самолета-гиганта под названием «Максим Горький». Сейчас это уже мало кого интересует, но Максим Горький был дальнейшим развитием шестимоторного бомбардировщика ТБ-4, на который он был похож даже внешне. ТБ-4 это огромная, но очень тихокодная, неповоротливая для военной авиации машина, но для агитпропа самое то. Как и все самолеты Туполева, Максим Горький был сделан из дюралюминия и имел гофрированную обшивку. Огромные размеры позволяли разместить пассажиров не только в фюзеляже, но даже и в центральной части крыла толщиной свыше двух метров. Машина была огромна, и для обеспечения управления ее снабдили серву рулями. Как самолет с четко выраженным предназначением, Максим Горький имел на борту самое совершенное оборудование, среди которого имелся мощный громкоговоритель радиостанции «Голос с неба», фотолаборатория, киноустановка для показа пропагандистских фильмов прямо на аэродроме, типография, способная зачастно печатать до 10 тысяч иллюстрированных листовок, пневмопочта, которая позволяла командиру общаться с экипажем и журналистами-агитаторами. А для работы всего этого оборудования на борту стояла специальная электростанция. Далее, очень много внимания уделялось комфорту на борту самолета. В пассажирских салонах были ковры, дорогая мягкая мебель, занавески на окнах, настольные лампы, имелись спальные каюты, буфет с электроприборами, обеспечивающий пассажиров горячим и холодными закусками, продовольственный склад, библиотека, умывальники и туалеты, и, конечно же, ну куда без него-то, большое багажное отделение. Вот общая площадь всей этой красоты неземной была 100 квадратных метров с лишним. Представляете? Компоновочно Ан-20 отличался от ТБ-4 только размерами и количеством двигателей. Смотрите на экран. При этом он нес на полторы тонны больше полезной нагрузки и мог летать с небольших аэродромов. С разбегом всего 400 метров, вместо 800, как у ТБ-4. На нем стояло новое крыло с большей площадью и длиной, чем у ТБ-4. Самолет был уникален еще тем, что на нем впервые в мире применили систему электроснабжения переменного тока 120 вольт 50 герц от бортовой электростанции из двух бензиновых двигателей и четырех генераторов. К тому же самолет легко разбирался и транспортировался по железной дороге. Короче, в апреле 34-го его перевезли на центральный аэродром в Москве для сборки. Взлетный вес был 42 тонны, размах крыла 63 метра, что было на 15 метров больше, чем у самого большого на тот момент самолета в мире Дорнье до Икс. 17 июня 34-го года летчик-испытатель Громов впервые поднял самолет в воздух. Чудесная машина, сказал он после полета. Настолько чудесно, что ее успешные испытания позволили уже 19 июня показать Максим Горький на воздушном параде над Красной площадью. В том же году на самолете установили два мировых рекорда. Летчики Громов и Михеев подняли на высоту 5000 метров груз 10, а затем и 15 тонн при максимальной скорости 260 километров. В пассажирском варианте самолет брал на борт 72 человека, включая экипаж. Ну, а потом был радостный 1 мая 35-го года, где Максим Горький пролетел над Красной площадью. А из его громковарителя в этот момент неслись приветствия тысячам участников праздничной демонстрации. И никто тогда даже не подозревал о том, что до гибели этого воздушного гиганта, первенца страны Советов, оставалось менее трех недель. Трагедия произошла 18 мая 1935 года. Закончив испытания руководства ЦАГИ, решила покатать над Москвой передовиков производства, создававших Максима Горького. Желающих было очень много, однако в первый полет взяли всего 38 человек и в том числе 7 детей. То есть семьи сотрудников завода ЦАГИ. Пилотировали машину опытный испытатель, пилот Журов и пилот агит эскадрильи Михеев. И с ними 9 членов экипажа. К тому же гигантов в пропагандистских целях сопровождали два самолета. Одноместный истребитель И-5 с летчиком-испытателем Благином. И двухместный разведчик ИР-5 с оператором московской кинофабрики на борту. Тогда истребитель Благина должен был лететь рядом с Максимом Горьким. Ну, так сказать, для наглядного сравнения этих двух машин. Так как на фоне Максима Горького самолет Благина выглядел как муха рядом с Воробьем. А с самолета И-5 велась хроникальная киносъемка. Вот смотрите на экран. Вот что рассказал на следствии после катастрофы летчик самолета Р-5 Рыбушкин. Цитирую. Я поднялся первым. За мной взлетел Благин. Затем взлетел Максим Горький. Я пристроился слева от него. Благин справа. На втором круге Максим Горький сделал разворот влево и пошел по направлению к аэродрому. Я поднялся немного выше. Шел метрах в пятидесяти от левого крыла самолета. Смотрю, Благин, находясь на правом крыле. Несмотря на запрет, сделал правую бочку и отошел по инерции вправо от самолета. Затем он перешел на левое крыло. Я немного отошел в сторону и поднялся еще выше, решив, что он будет делать левую бочку и его, естественно, отнесет влево. Конец цитаты. Одним словом, по замыслу кинооператоров, самолет летчика Благина должен был летать рядом с Ан-20 Максим Горький, выполняя фигуры высшего пилотажа, что он и делал. И вот Максим Горький летит, и Благин начал делать фигуру высшего пилотажа рядом с ним. Затем он, опустив нос своей машины за хвостом Максима Горького, нырнул под его фюзеляж, пронесся под ним, и, оказавшись впереди, резко взял ручку управления на себя с целью описать вокруг гиганта большую неправильную бочку. В верхней точке петли самолет завис и, потеряв скорость, рухнул на Ант-20. Машина врезалась в мотор, оторвала его, а сама застряла в крыле. Что интересно, летчик Рыбушкин рассказывал, что воздушный гигант этот страшный таран выдержал и продолжал полет. Да и специалисты, расследуя катастрофу, утверждали, что летчики Михеев и Журов посадил бы его, но, видно, было не суждено. Вслед за ударом у самолета Благина оторвался хвост и нанес второй роковой удар по органам управления Максима Горького. Он пролетел еще секунд двадцать, увеличивая крен и опуская нос. Затем оторвалась часть правого крыла, потом часть фюзеляжа с хвостом, и самолет перешел в отвесные пикирования, а потом перевернулся на спину. При этом он рухнул на дачный поселок Сокол. Тогда погибли все. Летчик Благин, экипаж Максима Горького и 37 пассажиров. Вечером того же дня в Кремле состоялось экстренное совещание во главе со Сталиным. На нем подготовили официальные сообщения и обсудили процедуру похорон. Всех погибших, включая Благина, похоронили на новодеющем кладбище. Семьям жертв катастрофы выдали пособие по десять тысяч рублей и назначили повышенную пенсию. Тогда в советской прессе единственным виновником катастрофы назвали Благина, цитирую. Только воздушное ухорство, ненужное удаль, преступное озорство явились причиной гибели замечательных людей, замечательного корабля. Летчик Благин нарушил дисциплину. Он забыл закон авиации за штурвалом, как в бою. Писала правда в мае 1935 года. В этом же номере было напечатано мнение летчика-испытателя Громова о Благине, цитирую. «Мой ученик Благин представлял тип неорганизованного человека. Правда, он в последнее время как будто подтянулся, но вредные привычки у него все же прорывались. Я говорю о его ухорстве безобразничанию в воздухе». Конец цитаты. Но это не все. Есть и неофициальные версии катастрофы. И одна из них такая. Якобы Благин умышленно таранил самолет. Она появилась после публикации его письма в русской эмигрантской газете «Меч» от 12 сентября 1935 года. В этом письме якобы Благин за день до гибели написал обращение к гражданам России, цитируя. «Братья и сестры, завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького. Таким способом я убью десяток коммунистов-бездельников, ударников, коммунистических гвардейцев, как они любят себя называть». И так далее, и в том же духе. И в конце этого обращения были слова. «Перед лицом смерти я заявляю, что все коммунисты и их прихвостни вне закона. Я скоро умру, но вы вечно помните о мстителе Николае Благине, погибшем за русский народ». Конец цитаты. Это письмо тогда достаточно быстро признали фальшивкой. Настолько топорно оно было сработано. Конечно же, здесь можно говорить все, что угодно. Однако, что было на самом деле, мы, друзья, уже не узнаем с вами никогда. Следующая версия. Примечательно, что вдова и дочь Благина не были репрессированы, как это обычно было, а летчика похоронили вместе со всеми погибшими на престижном кладбище, рядом с могилами крупных деятелей партии и правительства. Отсюда еще одна гипотеза. Благин был невинной жертвой и просто выполнял пилотаж по приказу сверху, несмотря на крайнюю его опасность. Хотя чисто теоретически надо признать, что у Благина могли быть основания не любить коммунистический режим. Он родился в дворянской семье. Отец – офицер царской армии. Однако, в 1918 году Благин добровольно вступил в Красную армию и тогда же стал членом партии большевиков, каковым последовательно и был всю свою жизнь. Далее, в архиве его дочери есть копия письма Благина руководству ЦАГИ с настоятельной просьбой не привлекать его к полетам на сопровождение Максима Горького, ибо это мешало его основной работе. Разбираясь во всей этой, прямо скажем, мутной истории, нельзя объяснить логически то, что семью Благина не только не репрессировали, но даже, внимание, цитирую, «Вдове и дочери Благина была оказана помощь. Они получили новую квартиру, дочь была переведена в новую школу, вдове, дочери и одному из родителей Благина назначили повышенную пенсию по утере кормильца». А семья была окружена заботой и вниманием местных советских и партийных руководителей. Конец цитаты. Вот как-то так. В итоге, друзья, не очень-то и понятно, была ли катастрофа следствием банального и самовольного лихачества Благина, или же он крутил весь этот пилотаж по приказу начальства. Немного приблизиться к истине помогли рассекреченные документы из архива президента Российской Федерации по катастрофе Максима Горького, где тогдашний глава НКВД Егода писал Сталином 14 июня 1935 года. Следующее, цитирую. «Произведенным НКВД расследованием обстоятельства предшествующей катастрофе самолета Максим Горький установлено, что 18 мая сего года за час-полтора до полета в комнате летчиков ЦАГИ собрались летчики Журов, Рыбушкин, Благин и работники московской кинофабрики военно-учебных фильмов Ряжский, Тер-Оганесов и Пулин для обсуждения порядка полета самолетов и их киносъемки. Объясняя кинооператорам и вместе с ними делая наброски карандашом на бумаге о том, где какой самолет должен находиться во время полета, летчик Благин в присутствии Журова и Рыбушкина заявил о том, что он во время сопровождения Максима Горького для масштаба намерен делать фигуры высшего пилотажа. Присутствующий при обсуждении пилот Журов возражал против предложения Благина, указав последнему, чтобы он не делал во время полета никаких фигур. «Несмотря на это, работники московской кинофабрики Ряжский и Пулин, продолжая уже без участия Журова обсуждение этого вопроса, вступили в прямые переговоры с Благином, договорившись с последним о том, что он для киносъемки будет все-таки производить фигуры на истребителей». Конец цитаты. И, наконец, интереснейший постфактум. После отстранения и ареста Егоды в марте 1937 года был арестован с обвинением в участии в контроляционном загоре и Анатолий Горянов-Горный, который под пытками изложил свою версию катастрофы, из которой якобы следовало, что гибель самолета – это диверсия, организованная Тухачевским. Среди прочих, на допросе он заявил, цитирую, «Я фактически руководил строительством этого самолета-гиганта, и поэтому мне хорошо известно, что еще не прошли все испытания, для того, чтобы разрешать полеты, да еще и с пассажирами». Конец цитаты. А в 2010 году рассекретили докладную записку с результатами расследования органами НКВД в 1935 году. Из нее следует, что за полтора часа до полета с летчиками, участвовавшими в полете с Максимом Горьким, встретились работники кинофабрики военно-учебных фильмов «Ряжский» и «Пулин». Дали внимание, говорю медленно, «С санкции высшего руководства ВВС они настояли на изменении сценария полета, и летчики, безведомо руководители полетов и непосредственных начальников, были вынуждены согласиться. Цель кинооператоров – обеспечить съемки фигур высшего пилотажа рядом с Максимом Горьким для агитационной работы». Конец цитаты. После трагедии операторы «Ряжский» и «Пулин» были арестованы и осуждены. Однако результаты этого расследования были скрыты, чтобы не компрометировать руководство ВВС страны. Как говорилось в перестроечные времена, друзья, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Спасибо. Продолжение следует...